Всем привет, меня зовут Аскар, с вами канал IT Verdict и сегодняшнее видео будет посвящено устройству, обзор на который мне просили сделать еще со времен выпуска про домашний кинотеатр. Это китайская звуковая карта, которая способна выводить физически 5,1 звук и стоит она при этом всего 500 рублей. И перед тем как начать выпуск хочу сделать небольшое напоминание. Дело в том, что наш канал открыл собственный магазин электроники, в котором будет публиковаться только лучшая компьютерная и околокомпьютерная техника. Ссылка на магазин будет в описании и более подробно я расскажу об этом в конце выпуска. А пока продолжим. Данную звуковую карту я заказывал достаточно давно и заказывал я ее специально для использования с домашним кинотеатром и звуковой системой 5,1. Эта карточка была одной из самых дешевых среди карточек для многоканального звука и при этом она обладала отличными отзывами. Так давайте посмотрим, что мы получим за 500 рублей. Начнем с портов и внешнего вида. Конструкция карточки металлическая или же имитирует металл, если честно я так и не понял. А передняя и задняя панель пластиковая. С одной стороны у нас находится мини-USB порт для подсоединения карточки к компьютеру, а с другой стороны все то, что нам интересно. Это и порт для микрофона, и два оптических разъема для вывода звука и для ввода. Также это трех с половиной миллиметровый порт line-in и естественно те самые три порта для подключения 5,1 акустики. Основой самой платы является чип от CMEDIA CM6206, который в комплекте с программным обеспечением способен выдавать очень неплохой звук и функционал. И давайте сразу посмотрим на программное обеспечение, которое идет в комплекте с данным устройством. На первой вкладке находятся основные настройки, где мы можем выбрать количество каналов, а также настроить громкость отдельно взятых колонок. Также мы можем включить или выключить режим виртуального 7,1 и проверить звук. Далее идет вкладка микшера, которую использовать вы вряд ли будете. И далее идет вкладка эффектов, где вы можете выбрать среду, режим среды, а также настроить эквалайзер. И кстати, здесь наблюдается интересная деталь. Дело в том, что при выборе среды общая звук почему-то идет с эхом, хотя по идее должен идти без всяких искажений. Скорее всего это косяк программного обеспечения, но в любом случае это не страшно. Мы просто выбираем эффект палата обитая войлоком и звук идет уже более-менее в нормальном режиме. Следующая вкладка караоке, которая поможет вам, если вы вдруг решите спеть свою любимую песню. И на последней вкладке у нас располагается информация о программном обеспечении. Как вы видите, драйвера дают все необходимые возможности для настройки звука, благодаря чипу от Симеди и программному обеспечению. Для сравнения я хочу вам показать карточку более высокого уровня от Creative, модель Sound Blasters Around 5.1. Эта карта по сути рассчитана также на вывод многоканального звука и имеет лишь небольшие различия в плане портов. Так вот, что касается программного обеспечения, то программное обеспечение от Creative практически не превосходит программное обеспечение от Симедиа. Это все те же вкладки эффектов, среды, эквалайзеры, микшеры, разве что интересными будут возможности, выведенные на вкладку True Studio Pro. Тут есть чем побаловаться, однако в остальном практически все то же самое. Теперь же, что касается качества звука. Так вот, звук здесь ничем не будет уступать встроенному звуку большинства материнских плат. Более того, хорошее программное обеспечение позволит вам получить очень хороший звук для просмотра того же кино или игры. Однако, если вы меломаны и рассчитываете получить значительную прибавку в качестве звука при использовании с хорошими наушниками или при прослушивании в высоком разрешении, то мне, к сожалению, придется вас разочаровать. Дело в том, что данная звуковая карта рассчитана именно на вывод многоканального звука. А необходим многоканальный звук, как правило, в фильмах и играх, где сам звук и его качество являются лишь составляющей, а не основой. И да, с креатив Sound Blaster наушники звучат на уровень чища. Однако, в случае использования многоканального подключения, звук Sound Blaster превосходит звук нашей китайской карточки уже не так существенно. В любом случае, в такие моменты достаточно вспомнить цену данного устройства и определить его примерную сферу применения. Да, для фильмов и для игр это устройство подойдет как нельзя лучше. Однако, вы сами понимаете, что для музыки необходимо устройство совершенно другого уровня и, естественно, другой ценовой категории. Что же касается записи голоса, то сделал я их две, одну на эту звуковую карту, одну на звуковую карту от Creative. Делал обе записи я с помощью вот этого петличного микрофона, который использую сейчас. Китайская звуковая карта. Всем привет, меня зовут Аскар, с вами канал IT Verdict и сегодня мы поговорим о звуковых картах для воспроизведения 5.1 звука. Creative. Всем привет, меня зовут Аскар, сегодня мы поговорим о звуковых картах для воспроизведения 5.1 звука. Ну что ж, делать выводы естественно вам. Лично я считаю, что это устройство более чем заслуживает право на жизнь и, естественно, может использоваться с недорогой многоканальной аудиосистемой для игр, для просмотра фильмов и для музыки на любительском уровне. И на этом я буду прощаться. Спасибо за внимание, надеюсь этот выпуск окажется интересным, возможно он поможет вам определиться с выбором. В любом случае подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях, какие устройства вы бы хотели увидеть в следующих обзорах и я постараюсь их достать. Спасибо за внимание еще раз, увидимся в следующих выпусках, с вами был канал IT Verdict, пока. Дорогие друзья, если вы покупаете электронику в китайских магазинах, то очень рекомендую посетить созданный нашим каналом агрегатор товаров. Он располагается на странице вконтакте, где вы найдете только лучшие товары от крупнейших китайских торговых сетей. При этом мы избавим вас от многократных повторов одного и того же товара и от недобросовестных продавцов. Из функций вы сможете подписаться на интересующую вас рубрику, оставить заявку на поиск интересного вам товара, а также вы сами сможете найти интересующий вас девайс через поиск по рубрике или в каталоге товаров. Мы будем рады вашей поддержке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok